Всем привет! Ну давно мы не виделись. Сегодня будем снимать видео для поиска. Я уже заснял подобное видео, как стартануть собаки, как начинать пароначальный поиск у собаки, как возбудить интерес у собака, чтобы она начинала искать дичь в поле. Но после этого нам нужно сделать так, что собака делала поиск, который нам пригоден для охоты, либо для стязания, либо для испытания. Почему я говорю отдельно состязания, испытания, охоты? Да потому что это разные поиски. Для охоты это, скажем, самый базовый поиск, с которым мы начинаем учить наши собаки. Всегда все люди, которые давно занимаются собакой, говорят, что, имею в виду понимающие люди, говорят, что охота это все, это основа все. Без охоты ничего не получается. Именно ради этого нам надо всегда начинать с охоты. Было то поиск, была стойка, была подача, была вода. Это с реальной охотой. Там, там мы учим наши собаки на все то, что потом будем использовать, если мы хотим поехать на стязания, на испытания и так далее. Это может звучать как базовый поиск, да? Но на самом деле он включает у себя охотнический поиск в все нюансы, которые можно включить в один поиск. Потому что он может быть в такое вот открытое зеленое поле, как за мной сейчас стоит зеленка. Может быть в большие кустарники, может быть в камаши, может быть в воде, может быть в смешанное поле, может быть в виноградные сады. И это все разные поиски. Может быть ветер приму на нас, как мы и начинаем всегда учить собаку. Ветер приму на нас чуть позже покажу вам и расскажу, почему это так делается. Потом он может быть, когда ветер будет сбоку, он может быть, когда вообще нет ветра. Все эти нюансы как бы соблюдаются во время состязания, либо испытания, чтобы до минимум повлияли на работу собак. Я вам скажу так, вот некоторые из вас, которые меня знают поближе, знают, что я судил очень много стязаний от филтрал всяких. И континентальный, даже есть у меня на канале такие ролики. И островные собаки. У нас зачастую было даже на большие международные мероприятия, когда ветер остановляется. Мы просто приостановляем судейская комиссия состязания и ждем, чтобы ветер появился. Потому что, особенно для островней, для понтеров, имею в виду, который король ветра, он без ветра, он слепой. Ты его отпускаешь в поле, он буквально нуль, ничего. Он просто будет столкать дичь, не будет работать нормально, будет делать только одни ошибки. Именно что избежать это во время состязания, когда в Мятни, конечно, судьи стараются предоставить собаке самые лучшие условия. Но во время охоты это не всегда возможно. Потому что давайте обсудим, вот как у нас происходит в Болгарии охота. Мы охотимся только по выходным и по национальным праздникам. Например, выходная, охотнический день, выходной, суббота, воскресенье. Я пошел субботу на охоту, а ветер нету. Погода решила сегодня безветровая будет. А если я все время таскал свою собаку, что она держала голова високово, что она ползала с постоянного ветра. Если я превращал свою охотническую собаку в то, что должен быть понтер изначально, если я превращал свой Драдхарс, который я охотился, в понтер, то я потерял ценности его, которые заложили те, которые придумали породу. Я потерял то, что он может работать, принимая запахи через ветра и принимая запахи из земли, примерно, из следа дичи. Если я научу своя собака, чтобы она работать только на ветра, и это не имеет значения, какая порода, но для континентала это особенно четко видно, если ты приучишь свой континенталис только на ветра работать, потом в реальной охоте он либо будет поднимать дичь бестойку, потому что не почуял, когда ветер нету, либо когда посока ветер не отвечает, либо он будет пропускать дичь. Оба варианта для нас невыгодны, потому что в реальной охоте что нам нужно? В реальной охоте нам нужно, чтобы собака была эффективная. Нам не интересно, насколько она красиво двигается. Да, конечно, если красиво двигается, это радует душа, если она красивые стойки делает, это радует душа. Но это не то, что нам нужно на все 100%, нам нужна эффективность на все 100%, чтобы собака нашла, показала, пристрелили, отстрелили дичь, подала. Вот это охота. Все остальное – это нюансы, это искусство. Конечно, когда там один континент бегает красиво в поле, когда он там красиво вставляется на ветер и с метра 50-100 стоит стойку на курупатке, это красота какая-то. Это так возбуждает человека, который любит вот этот спорт. Но иногда я охочусь на такие места, кустарники, где у меня просто такая видимость нет. Я вижу собака максимум на 10 метров, 15 от меня. Там мне нужно что? Там мне нужно, чтобы приучила своя собака искать в разные условия. И в разные условия у ней было разное поведение, разный типа поиск. А как это сделать? Научим сегодня. Вот это поле мы будем сейчас искать. Я уже отпустил собаку, но видите, она стоит вокруг меня, потому что она собака такая, которая уже знает охоту, вы смотрели ее в другие видео. Она понимает, что это когда начинается работа и когда мы пока еще подготавляемся для работы. вот пошла куда-то. Ну, сейчас посмотрите, как она сама вернется. Я даже не буду ее свистеть, она сама повернется. Я жду, чтобы она сделала свои дела там по туалетам и тогда пошли в поиск. Ее понятно, что мы пока еще не работаем. Для ней работа начинается в тот момент, когда я скажу ее там, ну, моя команда для поиска. Пока она разбегается, вот видите, она не вставляет челноки вперед. Разбегается близко, ищет место, где сделает свои дела. Собака сделала свои дела. Я ее поставил на повод. Идем в поле, где будем делать поиск. Обязательно проверяем посока ветра. Это просто обязательно нужно сделать. Я делаю сигарету, вам не рекомендую. Курение вредит ваше здоровье. Нет, так ветер идет из этого направления. Это немножко вправо от меня и вперед. Сейчас посмотрите, когда я отпушу собака, как начнет она ищет, оставляя себя на ветрах. Всегда в начале, когда начинаем учить собаку на поиск, мы отпускаем ее всегда на ветра. Если ветер нет в поле, мы вообще собаку не отпускаем. Видите, подняла нос на ветра, причудят какие-то запахи. Ветер тянет собаку для носа. За то, что у вас получился хороший поиск, вам обязательно нужно в начале отпускать всегда собаку на ветра. Если ветер нет, не отпускайте. Это основа. Это только в начале. Когда мы учим собаку челничать в открытое поле. Виноград. Там будет другая история. Покажу через некоторое время. Сейчас немножко поищем здесь. Хочу вам показать, как управлять собаку с телом. Ветер проверили. Все нормально. Используйте всегда одна и та же команда, с которой вы приучили ваш собак. Лей. Я. Я. Вот у меня такая команда. Это из итальянских. Еще означает. Вот смотрите сейчас. Она пошла на ветер. Я не буду ее свистить. Она сама поворачивает, делает челник. Длобина челника. Это вещь, которую вы можете контролировать через ваше движение. Вот сейчас, видите, она коврится. Большинство из вас скажет, что надо ее посвистить, поднять, поругать. За что она это делает. Я это не буду делать. Потому что здесь сегодня мы это будем делать. Делать, если она продолжает это очень долгое время. По-моему, она какая-то следа там начинает пробивать поле. Это мне не нравится. Но она сама поправила. Вот видите, сама вернула, чтобы сделать челник передо мной. Так что мне не понадобилось. Мне понадобилось ее поднимать, свистить. Если мы учим собаку для какой-то состязательной поиски, какое-то состязание, это мы надо сразу поправлять. Сразу, когда собака начинала твориться, надо ее свистить. Но это я буду рассказывать вас. Если вы захотите, напишите мне в комментариях, что хотите, я сделал видео для того, как поставить собака для состязательной поиска. Сегодня мы говорим для начала, основа, это охотнический поиск. Сейчас собака находится где-то на метр сто от меня. Вот она сама повернула правильно на метр, по направлению. Видите, я движусь, она ходит от меня в лево. Я движусь справа, чтобы даст ее направление. Я могу указать с рук. Хотя, для собак это не необходимо. ее сейчас странно. Она как бы ищет, но не сильно раздает себя. Мне кажется, потому что я говорю, она обычно привыкла, нет там никого, я вижу под твой хвост. где? Где? Она привыкла. Давай, Лидия, где? Она обычно привыкла, когда я иду с ней в охоту, что я не говорю. Сейчас, что я разговаривал на камеру, для ее это непривычно. Вот она пошла вправо, она возвращается на меня. Я менял посока свое движение. Видите, я иду влево немножко. Задал ее посок, она прошла. Вот, повернул на ветра. Это не было достаточно. Иду еще влево. Я хочу, чтобы она пошла дальше влево. Ну, чем это не получилось, совсем правильно здесь. Но это всегда будет у вас нормально. Вот, повернул наоборот. Такие ошибки будут у вас. Но, опять говорю, это охотнический поиск. Это вначале нельзя даже будет противопоказано, если вы сразу начинаете поправлять ваша собака. Вот она пошла достаточно далеко влево. Я поменял посоку свое движение. Пошел вправо. Я иду немножко под углом. И с того, сколько вперед я иду, это угол, я могу подавать глубина глубина челника. Вот видите, собака ищет. Я даже если только вперед иду, буду уходить сед собака, она опять будет так сказать, опять будет челничать. Потому что она охотовалась, она знает, что надо искать на ветра, челничать на ветра, чтобы найти дичь. Для нее это ничего нового. Так как я ее пока ишел, потому что она молодая, чуть больше полтора года. Так как я еще у нее не подготовлял для никакие состязания, только для испытаний, у нее поиск немножко выиграет как растерянный. Этот поиск хватает для испики. Почему? Потому что испики это самое близкое, особенно для драткаров, которые наше испытание, это самое близкое до реальной охоты. все остальные состязания, с исключением скажем, этого, с этого губерта, все примерно филтравы и ваши там русские состязания, они немножко далековато из реальной охоты, потому что реальная охота повернула, повернула наоборот собака, это ошибка, но не такая велика ошибка. Она пропустила какой-то участок там понюхать, но это маленький участок. Вот я сейчас хочу, чтобы пошел чуть-чуть влево, да, видите, я не пошел направо, как бы, пошел иначе, вот я иду влево, она пошла, короткий чем, пошла влево, она поняла, что мы будем сейчас искать влево, я указывал с рук, то, что собака не смотрит на вас, вы не думаете, далеко если вам кажется, что она не смотрит на вас, вы не думаете, что она не смотрит на вас, нет, наоборот, она всегда смотрит на вас, даже когда далеко, она смотрит ваше движение, ваше лицо и всегда настроивает свой поиск по того, как вы двигаетесь, видите, сейчас сколько глубоко она влево пошла, раньше она так далеко влево не ходила, когда я держал немножко правая сторона поля, а я хотел вот эти кустянники проверить, потому что велика вероятность, что в них кто-то был, она сейчас где-то на месте роддвеста от меня находится, там проверила какой-то запах, повернула даже правильно, хорошо повернула и возвращается, сейчас я иду вправо, задаю посока собаку, вот это охотнический поиск, отпускаете на ветер, ходите лево-право, вначале вам понадобится много ходить влево-право, ну почти до конца поля, потому что ваш собачка не будете это понимать, но если вы сделали как это видео, которое у вас появится, с какая сторона, блин, это будет у вас с правой стороны, на экран, вот здесь, если вы стартанули по этот начин, собаку, как это видео, которое я записал за вас, потом охотнический поиск у вас получится намного легче, нет, охотится весь день, как минимум там 2-3-4 часа, так что вы добили пристава, мы прочесали вот эту нижнюю часть сейчас поднимемся в верхнюю часть, возвращаться на машину, она там находится, а у нас уже ветер будет спиной, и посмотрим, какое поведение будет собака, ветер сегодня не очень сильный, это с одной стороны хорошо, потому что холодно на улице, если был сильный ветер, просто мне было холодно, но другая сторона, для сам поиск лучше, когда ветер чуть-чуть сильный, для сажения он не такой, ну имеем, что имеем, так, мужчина там находится у меня, мы будем сейчас с ветера спину искать, возвращаться, я хочу вам показать, что нельзя делать, собака пойдет туда, где вы хотите, как надо манипулировать ее, все собаки, все равно какие, все есть какая-то доля контактности, они будут искать вас, некоторые чуть-чуть не так, как вы хотите, некоторые более-менее, ну, хорошо, вражин, вражиной, это контакт, но все контакт есть, если совсем сумасшедшая собака, то тогда я использую электрощейника, это на самом деле и основное место, где я использую электрощейника, если вам интересно, напишите, я покажу вам, у меня есть, кстати, такая собака сумасшедшая, леди, стоп, как я использую электрощейника для поиска, когда его применять, как применять и так далее, сегодня мы будем без его показывать, сегодня будем использовать колокольчик и бипер, чуть-чуть позже виноградник, который вот здесь находится, старенький виноградник, сейчас пойдем там, но сперва вернемся до машины, когда ветер у нас дает спину, леди, там, вот я отпустил собаку, давайте посмотрим сейчас его поведение, вы видели ее поведение, когда ветер был у нас вперед, да, напрямую, а сейчас он у нас на спину, что собака сделала, пошла, повернула, пошла на меня, пошла на ветер, сделала здесь какая-то стойка, репелка может быть, вперед, вот риск, оборотный ветер, может какая-то курпатка или группа курпатки бежать вперед, она какая-то дает вид, это случается, потому что ветер в спину, а может был какой-то дичь, который уже его нет, заяц, все может быть, она показала мне стойку, сделала, ну, дичь, я не видел, видимо, что она кого-то там нюхает, кто-то побежал, пазанку, пазанку, рубатки, заяц, я не знаю, не могу сказать, кто-то точно был, видите, что она опять ходит лево-право, это потому, что она уже это знает, ну, смотрите, повороте, а здесь уже ветер совсем остановился, но все равно, повороте всегда будет наоборот, почему повороте будет наоборот, потому что ветер спину, скажем, большая часть повороте, они будут наоборот, отменить, они не будут вперед, направлены от движения, они будут наоборот, вот смотрите, сейчас ход, повернула опять наоборот, почему, потому что ветер спину, это плохо, что она наоборот поворачивает, наоборот, это хорошо, это нам показывает, что собака умеет ползать в ветер, даже во время состязания, либо испытания, когда какая-то собака, я вижу, как судья, что она держит хорошо ветра, но я вижу, что в какой-то момент она начинает поворачивать неправильно на движение на своего ведущей, я сразу иду на то место и проверяю, как там ветер двигается, потому что очень часто бывает такое, что ветер просто там двигается наоборот, где собака повернула наоборот, если я не проверю это место, если я не уверен, то я могу снизить оценка на собаку, которая умеет хорошо ползать в ветер, вот ее ветер там принес какой-то запах, она подняла голову, вернулась даже намного назад, проверила, что никого нет и возвращается ко мне, удивите разницу, раньше она бежала вперед, а сейчас возвращается назад, это потому, что ветер так дует, и сейчас нам ветер так дует, и сейчас нам не надо ругать собаку за это, нельзя ругать ее, она, особенно, когда молода, как я цебок, сейчас у нас стала стойка, на группу птички, которые поднялись перед ней, это видео, там просто были штук 20, наверное, я уверен, там никого нет, сейчас посмотрите, я не пойду, проверим вот так, это ее команда поднимай, я так делал команда вперед, когда она в кустарь где-то встанет, в который я не могу поехать, но там была большая группа птички, которая пахнет, как дичь, и она где-то стоит, вот уже поняла, что нельзя, и пошла дальше, что там никого не будет, это нормальные вещи, суверенно, когда молодая собака, с времени, это, само собой, почистится, когда собака, реально у ней этот сезон, первый такой, скажем, полноценный, полноценный охотничский сезон, это отойдет, с опыта, но видите, что делает собака, она идет, возвращается, делает челник, и начинает на меня поворачивать и искать, вот видите, все повороти наоборот, если вы вылезли в поле, и не заметили, что если у вас не хватает опыта, у меня опыта настолько хватает, что малейшая перемена ветра я всегда замечаю, но если вы пошли в поле, и не заметили, что ветер поменялся, тут вы поругали вас, или там поругали собаку, что наоборот повернул, попробуйте ее вернуть, чтобы она правильно завернулась, и она сделает то, что вы и хотите через какое-то время, но она неправильно вам поймет потом, вот видите, сколько глубоко он находится, сейчас делает челник на меня, и начнет челничать на меня, видите, если я сейчас немножко отбавлю свою скорость, но видите, она ишит челничать на меня, просто потому, что ветер за мной, вот так и надо, что я хотел вам довести с этого поиска, не хотел показать, что это собака умеет так искать, хотел вам довести того, что самое главное в поиск, чтобы собака искала ветра, и когда она это делает, вы не мешайте ее, в никаком случае не требуете от собака, чтобы она четко прочесала до границы, до границы, да, хорошо, если она ближе до границы ищет, но это уже хорошо, когда мы говорим для состязательной поиска, зачем мне собаку идти до границы, когда ветер дует из этого места, из границы на ней, и она может понюхать там фазан из метра пятьдесят, значит, если она была на метр пятьдесят из границы, она четко понюхала фазанов, если там были, это сто процентов, поверьте мне, так что вот, она там задержалась, я сейчас хочу ее до границы отправить, посмотрите, как я ее отправлю, без свистка, без ни одного свистка, просто тело буду ее руководить, вот, какой-то запах там проверяет, среда какая-то идет, посмотрите, она сделает, такой, ветер немножко понанелся, немножко влево, сейчас вот, не совсем сзади, вот, посмотрите, как она сейчас пойдет до границы, пошла, вернулась на меня, смотрит, моя посока движение, вот, видите, я не указывал с руками, ничего не сказал, вот она то, что, и это вы делаете просто в тело, вы учите своя собака руководиться движением ваше тело, ходите лево-право, значит, вывод, поиск, в поле, открытое поле, какой, мы сначале ходим лево-право, используем враженое желание собака следовать за нас, враженная контактность, и по этот начин, мы учим наш собака искать влево-право из нас, вот, видите, иногда собака делает ошибки, делает, конечно, молодая собака, иногда она делает пустистой, делает, но они не пустые, запах там на птички, на то, на что она все равно что было, я знал, что она еще делает, и даже не сгустает, иногда она говорится в земле, я могу это исправить, могу ее постоянно свистить, но тут вопрос, нужно ли мне это для охоты, это очень большой вопрос, а что там стало-то, так, свято-то, не уверен, может, был кто-то там, уже его нету, я могу ее свистить, поднимать и исправлять, но это не нужно, примерно, если собака говорится, очень долгое время, примерно, там, минута, она стоит, наверное, место, крутится, ну тогда да, посвистите, пусть она поднимется, ну как там было стойкость света с маленькой птички, посвистите, поднимите ее, никакие флаги вам не нужно вставлять в поле, никакие корм не надо разбрасывать по полу, просто надо стартануть правильно собака, чтобы она поняла, что она будет делать в поле, надо встретить достаточное количество дичь, чтобы ее было интересно искать дичь, ну пробудили охотнику собаку и потом просто вставляйте ее на ветрах, посмотрите, сколько легко получается у вас вот это чем, особенно если собака родители тоже так работали, если у нее есть немножко выражена возможность, вот смотрите, сейчас она, могу и не тронуть ее, она сама пойдет, вот, проверила, пошла, опять все, но могу сделать так, где? леди, 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 могу поднять ее с виска, вообще без проблем, опять говорю, с первого, то, что я разговаривал постоянно, ее как бы непривычно, это, вот, смотрите, голова низко, скорость обновляет, это потому что ветер на за спиной и он не приносит его запахи как когда ходили вперед вот здесь мы сейчас сделаем следующий поиск это очень интересное место потому что это старые виноградники которые не обработаются они пустяки какие-то превратились уже а здесь тоже виноградники с правой стороны только они обработаются уже а я буду ходить по это полоса буду использовать колокольчик сидит чтобы слышать где находится собака и что происходит их это время буду вам и говорить что надо делать чтобы у вас поиск получался эффективный иди ко мне леди ко мне сидит молодец первое правило обязательно колокольчик либо бипер должна проходит через голову собаку обязательно он должен быть свободен если собака где-то зацепиться могла потерпеться назад и освободиться из этого места потому что может вы просто тупо не можете и найти и она испанец панику и что-то неприятно случится вот отпускал я собак в поиск я иду по открытая полоса посмотрите сейчас я не дергаясь не дергаю собак я ее оставляю ветер дует на нами немножко вправо я ее оставляю чтобы она сама принимала решение я не буду это одно из основных правил которые я хотел вам довести сегодня не дергайте лишь на собак пусть они сами рассуждают как надо это делать их не основная цель всегда то чтобы они нашли дичь вот ведь она сейчас работает по какая-то следа она пробивает она здесь вправо не прочесала направит пробивает но она пробивает по какой-то запах по какая-то следа это может быть все может быть фазан может быть здесь зайц курупатки сейчас посмотрим поднимется что-то либо она вернется может быть какая-то следа от хищник я пытался колокольчик слышите вам говорить мне немножко сложно но тут есть одно основное правило вы всегда когда ваш собака зайдет в кусты где-то как сейчас по и он не видите только слышите вы ждете ее на то место где вы поделились либо если вы переместились немножко я сейчас хочу просто флево и отправлять зато стою здесь она вернется здесь посмотрите вот она ищет мне здесь либо вот и пошла флево сама без указ я хотел ее указать но она сама пошла флево прочесать это левое место которое это место который флево от меня вы всегда живете собака на то место где вы поделились либо на такое место что она была видно из то место где вы поделились поверите любой драт хар вернется там где вам потерял все равно сколько время искал но тут есть один нюанс я надеюсь у нас будет возможность леди давайте уже проверил а это леди я знаю что она какой-то момент из него откликнем со мной если был на второй сестру я ее вот вот фазан поднялся она стала стоп-стоп на второй фазан поднялся видимо это фазан был балла следа там я просто я включу камеру но но забыл нажимать кнопку молодец и и ролики там стойки которые были на фазанов успел заснять вот видите я ее слышу я знаю что она там и когда она закончит поиск проверка этого запаха она сама вернется но чтобы добилась того что собака сама возвращалась на вас искала вас где вы находитесь вам нужно делать одна очень важная вещь во время поиска когда собака вот сейчас я вернусь на то место где был где она стояла здесь стойку подняла фазан а я не успел заснять потому что я камеру включу просто запись не включу потому что ну не знаю я сейчас возвращаюсь на и ночного поиска то полоса когда собака ищет и она пошла где-то в кусты но не возвращаются сама это означает обычно что она обработать какой-то запах данный момент вот сейчас она пошла вперед но откуда-то ветер принесет запах и она пойдет влево вправо что прочесать сейчас мы у нас уже зрительный контакт нет я и увижу что она на какой-то там это следа обрабатывать это следа от всего может быть вот видите она показалось там хоть какая-то следа высокая трава наверное быстро ходит она это наверное не поза если быстро это хищник его зайца вот мы меняем сейчас посылка немножко дали и проверим вот эти пустарники и винограды смотрим что здесь будет будете вообще что-то что я хотел сегодня до вас довести нельзя дергать собака постоянно вот сейчас собака находится в кустарник оставьте собаки работа чем меньше вы она по какой-то следует по моему это фазан вопрос позволит ли фазан сделать ему стойку либо не позволить стал давай отказываюсь видимо запах вот здесь уже ветер сколько он сильный небом он не тот ветер которых открытая боль и здесь уже у собака нужно чтобы она умела использовать нижнюю чутью свою что я вам хотел довести не дергать собаку если вы делает собака для охота не дергайте опять повторюсь если вам интересно сделать ролик для того как сделать собака для стезами она вам покажу совсем другие техники здесь собака можно и фрисом искать можно и в голову главное что основной после был призом когда в кустарнике конечно может быть фрисом основной групп когда в открытое поле основные поиски когда в открытое поле не надо быть фрисом основной поиски как там ну это невозможно чтобы собака в голову просто мне то место будет переходить и фрисами в голубом главное что больше из 50 время 50 процентов время она была в голову так мы возвращаемся к машину и леди снова пошла в поиск она едет там влево вправо даже нашла один фазан ну я не видел было бы с густо не видел она его стопнул и он испугался из колокольчик поднялся далеко от ней нас там приостановилось несколько раз после того видимо на запах но я не видел как это случилось что я здесь вам хочу показать здесь на собака нужно работать как можно близко на такое расстояние что на каждые 30 секунд максимум минут она показывалась и мы видели друг друга поддерживали зрительный контакт это за что я вам это рассказывал потому что очень часто россия слышу собака должен искать на 50 метров от меня собака должен искать на 100 метров нет то хрен собака должна искать так что поддерживала звали зрительный контакт если открыто поле пусть ходите на 200 метров если поле как здесь закрыто с какие-то кустарники с какие-то такие места она должна искать так что на каждые 30 секунд минута поддерживать вас контакт я вас спрашиваю какая разница собака найдет примерно бить у вас на 500 метров вы просто не знаете что это уже стало модно уже есть навигатор покупать какой-то и следить своей собаки когда особенно на охоте на вальшнеп когда она находится на метра 300 от тебя в лес и там стала стойку и обычно в 90 процента из случаев ты подходишь на стойку особенно если тебя хочется сетер и он красиво стоит лежит там заспал заснул а перед него это слов с три буквы которые требучие три буквы нету это у вас очень любит используют ведь и это бывает 90 процентов случаев почему а потому что это нереально и все те которые мне говорят что вот моя собака так охоте я навигатор там 800 метров и он нахожу и там вальшнеп нет в 90 процентов случаев там никого нет там есть одни 5-10 процентов которые может быть какой-то заснувший вальшнеп остался на это очень редко боевать вот видите мы вылезли из густота немножко открыто ветер спиной собака начинала более далеко от меня искать она сама коррегировать как это случается но когда вы постоянно ее свистеть и держит чтобы она была в контакте с вас когда мы были там густую в части где виноград я вам показал как когда собак пойдет далеко я стою на место и жду и если она не появится в рамках минут я начинаю ее дергать свистеть даже применять электрощинник если нужно все она отвечает на свистка вот здесь она начну опять в голову пискать конечно голову не будет как на стязании он будет умерен почему а потому что мы уже два часа ищем чтобы заснять вам ролик на стязание ты отпускаешь собака на 15 минут я скажу если вам интересно я вам сделаю ролик как подготовить собака для состязаний для такой быстрый энергичный поиск просто возьмут та же самая собака леди поставлю ее на такой режим это просто применение другой режим это не ничего другого любая хорошая собака имею в виду они просто любая собака любая хорошая собака который охотилась который понимает охота можно поставиться у которой более нормальный там стюк может она но она видите все говорят про это стил про движение и так далее если у собака что-то не так она не будет хороший охотник она просто не сможет охотиться нормально там два-три часа потому что очень плохой стил это означает что у собака форма нехорошая когда форма нехорошая собака в одежды вас нет они напрямую связаны да иногда бывают свои которые некрасивый особенно в дроткара бывают лохматые такие вообще некрасивые собаки но у них вы заметите форма хорошая то что они некрасивые не означает что форма плохая красивая и правильная собака как я всегда говорю это две разные вещи и просто хочу довести до вас что не может быть хорошая собака которая будет хорошая собака с пока форма которая будет хорошо охотиться не может быть такой из собак хорошо охотиться но не обязательно хорошая форма ну я не говорю что отлично они говорят что собака хорош красивая я что форму не обязательно будет хорошая ну как минимум хорошо очень хорошо даже очень хорошо как минимум собака с хорошая форма там обычно у не настолько много это недостатков что она не сможет 23 часа интенсивно охотаться особенно в такие сложные места просто потому что она встанет потому что такая собака работает обычно на мишце они он не помогают это по никому иначе по никакой иначе физика не работает ее ее плюс вот видите разница пошли в открытое поле собака пошла на метр-две статями потому что она мне видеть из этого станет видите она поднимает голову и смотрит мою сторону она мне видеть это расстояние на смотрит какое я направление двигаюсь и и она соображает свой поиск с моего направления а сейчас идет вперед потому что ветер дует немножко за на за меня спину левой и за за спину и она сейчас начнет чел чел ничуть на меня посмотреть вот ведь начинала чем чел ничуть на метр-две я там какие-то запахи она идет на ветра идет на меня она пошла вперед чтобы поставить себя на ветра потому что она уже знает что ветер ее приносит запахи и это то что не нужно я вам показал открытое поле как довести собака в это состояние в которой она будет знать что ветер и он нужен для эффективный поиск сначала отпускаем собака на ветра без ветра вообще не отпускаем я имею ввиду момент в который мы решили чем делать решили учить собака на настоящий охотнический поиск самого начала когда мы стартуем собак тогда не имеет значения тогда значение имеет того что искали собака на такое место где есть дичь потому что для нас важно чтобы собака подняла свое желание поиск встречала как можно больше дичь как можно больше дичь ну дорогие друзья я надеюсь что успел довести до вас именно то что хотел сегодня но я сейчас повторю некоторые основные вещи которые говорю во время этого видео не дергайте собаки не питайтесь искусственно как бы их научить никакие там флаги никакие там корм никакие такие дурости создавайте условия в которой ваш собаки будут сами применять то что сами учить то что вы хотите их научить как вам показал в первое видео поставьте на ветер на открытое поле оставь собака и поковориться и побегать и пошла далеко и поближе иногда сделала наоборот поворот это охотнический поиск вам все это пригодится во время охота и коварение пригодится иногда рисом поиск и иногда ходом даже пригодится во время охота потому что мы во время охота не можем выбирать всегда свои условия иногда они просто плохие иногда мы просто охотимся в кустарники это уже второе видео которое вам показал где собаки не могут использовать ветра как в открытое поле там им нужно ковыряться если вы хотите чтобы у вас собаки не говорили что они были работали как на состязание то тогда напишите в комментариях я вам покажу техники как сделать из вот это сегодняшняя собака с которой был охотническая которая охотническая форма или состояние как сказать ну кондития охотническая сейчас умеет потому что она охотится уже весь сезон как от нее могу там через месяц сделать собака которая будет состязательная кондития это просто разные вещи нет такой вариант в которой вы заберете собака из состязания которые там два-три месяца кто-то работал с ней либо год чтобы поставить ее состязательная кондития и пошли с ней на охоту она была пригодна она будет пригодна только здесь в поле открытое поле только есть одна проблема дичь обычно прячется в кустарнике в камаше каналы почему он не прячется там только от нас от охотники он там прячется и все охотники это хищные птицы хищные черствовые животные там место где он может сохранить свою жизнь то что мы делаем вы видели у меня на канал наверное состязания святого губерта то что мы делаем с подсаднее фазаны как и у вас уже начинали делать такие стязания а это совсем другая история дикий фазан в открытое поле стоит только по утрам когда он принимает первые солнечные лучи и это очень короткий при между так время и он стоит очень близко с кустарники либо с камыша и как только услышит колокольчик либо свистка охотник он сразу прячется потому что для него это угроза он сразу прячется в такое место где не будет виден где не так легко его достать хищник чтобы сохранить свою жизнь именно ради этого вам говорю не впадайте в какие-то крайности большинство из вас начитались разные книжки на смотрелись разные там ролики где бегает собаки с поднятия голове на ветер красиво носятся это минут 15 пусть будут 20 пусть час и все они больше так не могут я судил много собаки и плантеров и сетер и фигурс хари драт хари и другие которые так бегали которые так бегать так бегать во время состязания во время фил трава но их для это подготавляют вставляют специальная форма они кормятся по специальные ну определенные начин это как люди спортисты если вам нужна собака для спорта то так и надо делать я конечно в следующем видео могу есть у вас есть желание показать некоторые техники как можно это довести одна собака но если вы хотите охотаться не впадайте в никакие крайности они только будут вам мешать я дам вам пример недавно мой друг забрал своя собака из такого на тачка она была она вступала на гранди черк 3 месяца ему понадобились два или три месяца ему понадобились что он вернул свою собаках охотнический поиск что он начинал нормально охотиться своя собака первые несколько а хоть первый месяц мы были вместе я вам хочу сказать что поиск был шикарный конечно как на состязание собака огромная поля прочесала эффективность ламуль так что выбор за вами если что-то непонятно пишите в комментарии пока пока хорошего вам дня